у тебя некоторые странное такое понятие церкви церковь это в первую очередь миряне верующие это те кто ходят в церковь собственно говоря те кто стоят на службах так далее это не иерархии епископы священники и так далее это некоторая община ты изначально знать ну изначальный смысл стул церковь но так или иначе иерархия же она тоже не с пустого места взята вполне себе как раз таки той самой иерархии на части небесной некотором роде дело в том что иерархия возникла только благодаря тому что церковь начала расширяться опять-таки там второй третий век нашей эры когда христиан стало распространяться просто не хватало не не стало хватать скажем так только священство вот только те кто совершает таинство поэтому и среди священников начали выбирать и епископов соответственно когда церковь еще были разослась из епископов начали выбирать в верховных епископов да там константинопольского александрийского римского и так далее те кто стали впоследствии патриархами и папами вот ну и соответственно там с ходом времени все более более сложная структура иерархия ничего страшного в этом как бы не вижу естественный процесс по моему будет сложное явление но зачастую подрывает какую-то иерархию я в этом как раз таки нахожу тот момент что как раз те самые ценности более раскрывающие в том числе и эллинистические моменты очень интересные и выступающие против язычников и так сказать иудеев они в том плане как раз настраивались на разрастание на заполучение власти на территориях так или иначе того чтобы продвигать свою именно что церковно-политическую идеологию это очень интересный конечно очень интересная гипотеза но я бы что она не связана никаким образом с реальностью дело в том что христиане первого второго третьего века с властью были в крайне плохих отношениях поскольку римская римской империи существовал культ императоров культ власти император был божественной фигуры богом которым буквально поклонялись и любой чиновник и так далее тот кто хотел продвигаться по вот этой ступени по ступеням власти по карьерной лестнице он должен был приносить присягу он должен был поклониться как императору богу и соответственно зачастую приводить те христиан которых пытались привести под присягу они отказывались присягать то есть поклоняться императору соответственно за это их преследовали к государственных изменений вот и силу этого говорить о власти но по крайней мере касательно первого второго века нашей эры этом ну очень мне кажется большой натяжка с христианцы скорее было в оппозиции к власти вот более того в третьих четвертых и как существовали даже восстания против императорской власти прямые бунты например есть легенда с которой за которой скорее всего стоит некоторая историческая реальность поскольку сам факт восстания он вполне историчен что был послан в 10 иванский легион в 283 году в галлию для подавления восстания богоудов это ну такие восставшие кресте полурабы которые против непомерных податей значит и против долгового рабства восстали и один из военачальников маврики отказался обращать свое оружие против восставших потому что они были христианами вот кроме того в африке и в египте значит тоже в третьем веке нашей эры было целое восстание так называемых агонистиков это те христиане которые стали в оппозицию к официальной церкви но помню даже существовало еще в четвертом веке когда церковь вполне себе ликитимизировалась да то есть стало христианство стало проповедоваться на территории всей империи так вот эти агонистике восставали против неисправедливости в отношении рабов крестьян и так далее освобождали из долгового рабства сжигая долговые обязательства и отдавали землю более богатых землевладельцев крестьянам и колоннам то есть но опять-таки такое состояние полурабства скажем так на пути к освобождению но все еще работавшие на они работали на более богатых землевладельцев конечно это движение было признано и этическим осуждено официальной церкви потому что церковь и христианство против того чтобы отнимать кого-то собственность даже во благо и вы все это может привести к печальным последствиям как мы все знаем но тем не менее эти факты и наличествует был некоторый некоторые заговор с целью узурпации власти что апостолы в середине первого века писали свои послания с тем заделом чтобы через четыре века отжать эту власть у императоров но это мне кажется немножко забавно что они уже готовы и вот